Генеральный партнер информационного канала «Город» — фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детская, гостиная, спальня. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсия 12. Дело об установке колеса обозрения на театральной площади передано в арбитражный суд. Прокуратура требует аннулировать результаты аукциона на землю, а договор по размещению объекта на театралке признать недействительным. Что именно пошло не так у специалистов, которые проводили аукцион, в прокуратуре пока не уточняют. Однако сегодня свою позицию нам озвучил автор проекта. Валерий Крепоснов ответил на вопросы, которые так давно интересовали кировчан. Подробности в сюжете. Это сообщение на сайте областной прокуратуры появилось накануне вечером. Ведомство вышло с иском в арбитражный суд. Причина — уже нашумевшее колесо обозрения. Прокуратура требует аннулировать результаты аукциона на землю. Вот только что именно пошло не по букве закона, нам сегодня не объяснили. Между тем фронт «Народный» воспринял новость как маленькую победу. Колеса обозрения еще нет, а нервы, говорят жильцы этого дома, уже на пределе. Это еще весь день будет музыка, даже смешно. Институт, люди учатся, там театр, вдруг колесо будет крутиться. Второй месяц всем домом не можем спать спокойно, вздыхает Галина Щелчкова. Колесо, о котором сегодня говорит весь город, хотят установить прямо под их окнами. Предвкушая, как говорят все вытекающие, один сосед уже решил съехать. Вот только квартира никак не продается. А никто не покупает наши квартиры. Кто же захочет купить квартиру рядом с колесом обозрения? Да, да. Прямо так и говорят. Что именно не устраивает жильцов, как настоящих, так и потенциальных, авторы проекта не понимают. Сквер облагородят, установят современный вотер-клазет с канализацией и горячей водой, так что отдыхающим и не захочется бежать в соседние дворы. А само колесо будет почти бесшумным, звучит не громче разговора двух человек. Будет здесь и сцена, и теплая гримерка для артистов, чтобы не бегали по холоду и под дождем в драмтеатр. Да и вообще считают авторы проекта ставить колесо обозрения где-либо, кроме театральной площади, бессмысленно. Вопрос изучали дольше двух лет. Александровский сад тоже не годится. Эта площадка на 18 метров ниже уровня театральной площади, как говорят специалисты. Мы создадим коллапс транспортный в районе улицы Большевиков, в районе улицы Ленина. Если люди, представьте себе, будут приезжать на своем транспорте на неорганизованные стоянки парковки, и так далее. Впрочем, позже в разговоре Валерий Крепостнов признал, не рассчитывает, что кировчане будут выстраиваться к аттракциону в очередь. Сами жители города пока так далеко не заглядывают, продолжают настаивать на публичных слушаниях по проекту. В идеале мы хотим, чтобы все-таки власть, представители власти, администрация города, администрация области, они все-таки услышали о том, что жители города требуют проведения публичных слушаний, общественного обсуждения установки колеса обозрения. Впрочем, общественные обсуждения по требованиям уже не раз назначались администрацией, и каждый раз были перенесены на неопределенный срок. Вот и накануне, казалось бы, была озвучена дата встречи всех заинтересованных сторон, 7 июля. Но на эту минуту в администрации информацию не подтвердили. У нас не было задачи собирать общественные слушания, но раз пожелания этих людей были о необходимости проведения таких, то есть мы согласились. Всем нам известно, что лишь небольшое количество людей, что называется, педалирует этот вопрос. Мы готовы сегодня к диалогу, готовы слушать мнение всех, но нам очень важно, что и наше мнение должны слушать, ну и в конце концов услышать. К тем, кто уже услышал и пропитался не только идеей установки колеса на площади, но и Вятского променада в целом, принадлежит директор библиотеки Герцена Надежда Курьянова. Поначалу колесо обозрения вызывало у меня несогласие, потому что казалось, что на театральной площади оно не сможет органично разместиться. Но вот сейчас, когда мы увидели место расположения его, и мы поняли, что оно очень корректно впишется, мы должны воспринимать площадь, любую площадь, особенно старую, как место торговли, место ярмарок и место развлечений. Так было всегда в старину. Что до жильцов дома на театралке, то они убеждены, колесу под их окнами не место. А сквер у драмтеатра все же не парк культуры и отдыха. Жильцы этого дома вышли с предложением установить под их окнами в сквере не колесо обозрения, а памятник сестре милосердия. Ведь именно здесь, на территории современной театральной площади, почти 70 лет располагалась лечебница Красного Креста. Однако депутаты Гордумы на вчерашнем заседании эту идею отвергли. Памятник будет установлен двумя кварталами ниже, у гериатрического центра. Вот я знаю жителей дома Карла Лепнита 67, их это очень вдохновляет, инициатива. Мы предлагаем, ну давайте перенесем колесо на 100 метров, как вокруг нашего дома мы возражать не будем. Я знаю, ректор Вятка ГУ очень горячо выступает за это колесо. Давайте поставим его вот буквально здесь. Мы не хотим, чтобы нас представляли консерваторами, истеричными тетками, которые против всего нового. Просто оставьте нас в покое. Мы достаточно переживаем здесь, в дни мероприятий. С нас хватит. Если у вас главная задача успокоить жителей домов, вы должны были начать это делать как минимум 20 лет назад. Эти жители 20 лет назад этих домов, именно эти жители, то есть которые сейчас постарели и которые нуждаются в большем внимании властей, именно 20 лет эти жители трубят о том, что нет общественных туалетов, что, извините, в подъезды к ним не зайти. То есть это вопрос государственной власти. Если людям там некомфортно, и они 20 лет продолжают там жить, то, поверьте мне, колесо, звук которого перебивает разговор стоящих двух рядом людей, то есть громкость его работы, оно не может помешать жителям. Впрочем, само колесо уже готово. Установить его могли еще к дню города. Теперь же придется ждать суда. Сам Валерий Крепостнов отметил, что от проекта отказываться не намерен. И будет следить за тем, что ответит администрация на претензии прокуратуры по аукциону на землю. Добавим, что, судя по опросу за или против колеса на площади, минимум пять тысяч кировчан тоже будут с интересом наблюдать за ходом судебных разбирательств.